Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, все те, кто следит за жизнью и служением нашей общины. В эфире очередной информационный блог от Славянской Церкви. Я очень рад, что перед моей поездкой в Украину я вновь могу обратиться ко всем вам. Как всегда, несколько слов о предстоящей субботе в начале. И хочу сказать, что в результате некоторых изменений у меня вновь будет возможность обратиться ко всем вам со Словом Божьим. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Дух использовал меня наилучшим образом, чтобы та вещь, с которой я хочу обратиться, она была важна, актуальна и изменяла нашу с вами жизнь, готовя нас к вечности. Как я уже сказал, я готовлюсь к поездке. В понедельник я улетаю из Сакраменто, поэтому еще раз прошу вас, чтобы вы особенным образом молились за эту поездку и за дорогу туда и обратно, и особенным образом за программу, которую я буду проводить. Чтобы это слово, оно помогло людям, которые сейчас находятся в достаточно непростых обстоятельствах, живя в стране, которая ведет полномасштабную войну, защищая свою землю. Я очень прошу вас, чтобы вы молились и за то, чтобы я мог принести весть, которая будет очень актуальна для людей в этих обстоятельствах. Поэтому, пожалуйста, все это время молитесь, чтобы Бог особенным образом использовал меня там. Также хочу от всего сердца поблагодарить всех тех, кто уже сделал свои пожертвования, чтобы поддержать фонд этой программы. Я очень благодарен и надеюсь, что и это будет большим благословением для церкви, в которую я еду проводить программу, и для служителей всей этой территории. Хочу сказать, что Бог положил мне на сердце выделить часть средств для поддержки пасторов, которые совершают служение на территории этой конференции. Это Черниговская, Сумская и Киевская области. Области, которые в начале войны очень сильно пострадали от боевых действий. И области Черниговская, Сумская, та, которая граничит с Белоруссией, с Россией, которые и сейчас терпят очень много бедствий в связи с тем, что постоянно рвутся стонаряды, гибнут люди. И в этих всех обстоятельствах приходится совершать служение около 50 пасторам на этой территории. Они не уехали никуда, они остались с людьми, они заботятся, поддерживают их, стараясь помогать в тех проблемах, с которыми они сталкиваются. Я бы хотел, чтобы наша община хотя бы небольшую сумму, по 100 долларов для каждого пастора могла выделить, чтобы поддержать их в этих непростых обстоятельствах. Поэтому еще раз благодарен всем тем, кто уже поддержал этот фонд своими пожертвованиями. Но есть еще последняя суббота, это суббота, когда смогут это сделать те, кто еще не имел возможности перенести свои пожертвования в прошлые субботы. Поэтому еще раз очень благодарен вам за то, что вы поддерживаете эту программу, этот проект и благословит каждого из нас Господь в тех возможностях и служениях, которые сегодня мы можем совершать. Еще раз большое спасибо вам за поддержку. Также хочу сказать, что в эту субботу после утреннего служения у нас будет общий обед, а потом встреча со всеми руководителями отделов, то есть снова избранными руководителями отделов. Для меня эта встреча очень важна, поэтому я очень прошу вас не пропустить эту возможность, чтобы мы могли с вами встретиться. Мы поговорим о планах, о деятельности, я расскажу о том, каким образом вы можете составить ваши планы и составить бюджет, чтобы мы могли двигаться вперед, совершая то служение, которое Бог нам верил. Еще раз искренне благодарен всем, кто согласился нести ответственность за разные служения, разное дело в нашей церкви и молюсь о том, чтобы Бог особенным образом всех вас благословил. Также в эту субботу у нас будет рукоположение одного пресвитера и нескольких диаконов, так что будем рады принять участие в этом служении. Очередно раз хочу напомнить, что 20 мая у нас будет служение на природе. Это Sugar Pine, тот кемпсайт, где будут проходить и наши летние лагеря, и где проходили наши летние лагеря в прошлом году. Напомню, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы у вас была еда, вода, потому что мы не организуем это церковью. Каждый должен позаботиться о себе. Также возьмите с собой какое-то кресло для кемпинга, возьмите что-то от комаров, вдруг они там будут. Ну и одежду уже относительно погоды. Посмотрите на прогноз погоды, и вы сможете тогда сориентироваться. Встреча обещает быть очень интересной. Кроме того, что будет особенное утреннее служение, мы хотим провести после обеда программу знакомства с теми людьми, которые недавно только приехали. Я надеюсь, будет много песен, много интересных историй. Вчера, встречаясь с Советом Церкви, мы распределили обязанности, кто за что будет отвечать на этом служении. Так что не пропустите эту возможность быть вместе с нами на этом служении. Будем рады всех вас там видеть. Так что ждем. Надеемся, что это будет благословение для всех нас. Также хочу сообщить, что с 5 по 9 июня, это с понедельника по пятницу, у нас будет детская библейская каникулярная программа. Так что уже прямо сейчас вы можете приглашать ваших друзей, знакомых. Дети могут приглашать своих одноклассников, подруг, друзей для того, чтобы прийти на эту программу. Как всегда, это будет очень увлекательно, очень интересно. Я думаю, что эти библейские истории, которые мы будем исследовать на этот раз, они очень запомнятся нашим детям. Так что приглашаем всех не пропустить эту встречу. Это все служения, с которыми я хотел к вам обратиться. Хочу сказать, что на этой неделе мы с вами будем молиться за... Ну, вернее, на следующей неделе мы будем молиться за Ковач, Светлану и Анну, а также за Ковальчук, Яна, Даниила, Элину и Камилу. Мы очень рады, что они у нас есть и будем молиться за всех этих людей на протяжении следующей недели. Также хочу напомнить о наших личных молитвенных просьбах. Прошу и дальше молиться за нашу сестру Ольгу Казаренко, за Валентину Жигайло, за Ларису Подоляка, за Ангелину Бегас, за Танюшу Добронинскую и Павла Власика. Молитесь, повторяюсь еще раз, за программу, которая будет проходить в Украине. Ну и, конечно же, за прекращение самой войны в Украине. Это очень важно сегодня для того, чтобы мы объединялись в молитвах за эти все нужды, с которыми я только что к вам обратился. И в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 6, 5 и 6 стихи. И тут написано. Господи, обратись ко мне и избавь. Спаси меня по милости Твоей. Ведь в смерти нет памяти о Тебе. Кто из мира мертвых Тебя восславит? Чудесный Псалом. Хотя он и наполнен такого трагизма. Давид пишет этот Псалом, когда в его жизни были очень сложные моменты. Он осознает, что они появились по причине его ошибок. Но уповает на Божью милость и на Божью справедливость. На то, что Бог все же даст ему еще один шанс для того, чтобы он мог дальше славить его имя здесь, в числе живых. И я хочу сказать, что эта надежда есть и у каждого из нас. Независимо от того, какие наши жизненные обстоятельства. Упали мы, споткнулись. Или не определились еще с нашим выбором. Или же в нашей жизни, слава Богу, все хорошо, и мы крепко держимся за руку Божью. Пускай его имя будет всегда прославлено. Ведь он никогда нас не оставляет. Божьих вам благословений, дорогие друзья. До встречи в эту субботу на наших служениях. Тут, в церкви или же в прямом эфире. До свидания, дорогие братья и сестры. Продолжение следует...